На Бенфику мы вылетали за день до игры. Не сказать, что футболисты были под гнётом поражения в кубке или морально подавлены. Виден интерес к жизни. А вот Далку и Цури делятся фотомгновениями в Борисполе, посетив Армана просто на лицо. Проходит Алексей Михайличенко. Казалось бы, чем не хорошая примета. И масса пустых страниц в загранпаспорте. Как говорится, есть над чем работать. Но уж то, что в Португалии первыми наши команды встречают украинские болельщики, это вообще чуть ли не закон природы. Ещё более приятно видеть шарфик Ворскла и футболку Григория Ярмаша. На тренировке повышенное внимание к Марковске и Деспотоске. Португальские журналисты уверенно акцентируют внимание на самых заметных игроках будущей встречи. С Филиппом мы побеседовали на следующий день у пятизвёздочной гостиницы с почти бразильским названием «Дом Педро». Чувство нормальное. Чуть-чуть настроение у нас нормальное. Я думаю, что будет сегодня наш день. Потому что никто не верит, что можно в Ворсклу сделать победу здесь. Я уверен, что так было и с Шахтером. И сейчас я уверен, что будет за нас сегодня супер. Огромный долуж собрал половину стадиона. Вполне достаточно. Мы и отправились к болельщикам. Остаётся только догадываться, что означает «Бенфика Коко». Этот мальчик не с нами, не верьте, кричат остальные болельщики. Это спортинговский лазутчик. Но нам-то уже не до них. На поле, изрядно подмочив, устанавливают эмблему клуба. А затем над стадионом взмывает орёл. Есть у «Бенфики» примета. Чем больше талисман намотает над полем, тем лучше хозяевам. Армандалку обещал, что если птичка пойдёт на второй заход, он собьёт её бутцей. Увы, албанский ПВО в тот момент находился в раздевалке. А мы были бы не против мирного исхода. По игре двух мнений быть не может. Она чётко разделена первым мячом на столь непохожие части. Первая часть. Ворскла очень здорово прессингует, часто с мячом. Хорошо двигается, чуть нервничают игроки, но это не смертельно. Сачков выполняет огромный объём работы. Марковский успевает по всему фронту. Кардоса заметен только локтевыми ударами по далку. Всё меняется после глупо пропущенного мяча. Центральных утащили за собой нападающие. Цури не рассчитал движение. И его подопечный Ди Мария проворно проскочил из-за спины двум полтавчанам. А там уже ничего не мог поделать выскочивший из ворот Долганский. Не получилось. Просто из первого момента получили гол. И потом уже, как сказать. Тяжело потом было. И они начали лучше двигаться. А нам уже настроение спускалось. Так что они заслуженно двигали. Лучше. Вот тут Бенфика и побежала. Моменты закрутились и стало боязно. Слишком медленно истекало время до перерыва. А полтавчанам-то нужно было собраться с мыслями и перегруппироваться. Дотянули. Ну а мы опять пошли в народ. За мнением. Как им наши. Ворскла неплохая команда. Я приятно удивлен. Видна организация. Быстрый переход от обороны к атаке. Но мы хозяева и, безусловно, имеем преимущество. Думаю, выиграем 3-0. Увы, увы, что говорить о второй половине. О промахах игроков, да и тренера. Когда проваливались не отдельные футболисты, а целые фланги, линии. Опыт бывает жесток, но такого ворскла не заслуживало в любом случае. Нарисованный Савиолой пенальти без шансов реализовал Оскар Кардоса. Вроде славянский судья, вроде наш. Но такие пенальти ставят. Все говорят о Савиоле. Он рисует эти пенальти, как ручка по тетрадке. Я со стороны видел на 100% уверенно, что пенальти не было. Затем разыгравшийся Парагвай завершил обрезку гостей в центре поля. Великолепным финтом и пасом на блюдечке для Савиолы. Ну а четвертый гол. Еще одна нелепость. Отскок точно на ногу сопернику. Велдон расстреливает Долганского. 4-0. Страшный удар. Да нет, до первого гола хорошо играли. А потом такой необязательный гол. Уже психология. Нет опыта на таком уровне. Ребята почувствовали какую-то неуверенность. Хотя до второго гола тоже играли. Нормально играли. Не нужны пенальти, необязательно совсем. Потом уже было тяжело. Побежали вперед. Открыли зону сзади. Чем соперник воспользовался. Ну ничего, посмотрим, как они будут играть в Полтаве. Могу сказать, то, что они будут там, дадим им бой нормально. Мы увидели достаточно и даже более чем. Чтобы не осталось сомнений. Чтобы яснее стало, куда надо двигаться и сколько сил еще вложить. Что такое уровень Бенфики? Исполнительское мастерство. И что такое бюджет клуба? Представляете, к примеру, как в Орскле надо разгуляться, чтобы насобирать одних только долгов на 125 миллионов евро. Ближайшие примеры показывают этот путь проходим. Динамо-шахтер-металист – прекрасное подтверждение. А жестокий урок усвоить намного легче. Для этой команды в Европе, как поет группа «Звери», все только начинается.